Всем приветик. Даже не знаю, куда камеру поставить. Есть у меня штатив, но почему-то я забываю им пользоваться. Такс. Пришли дети со школы. Кстати, сегодня у Макса не было садика. Заболела учительница. Также сегодня в школу не пошла Ксюша. Сегодня она должна была пойти на работу к папе. Нам написала хозяйка котят. В следующий вторник им будут делать прививку. И все. И на следующей неделе, я так думаю, на следующие выходные мы сможем забрать. Ты даже не представляешь, что тебя ждет. Подружишься. В горлышко что-то попало, что ли? Вчера не показала, купила свечки. Такая вот красная. Ой, господи, держу белую, говорю красную, потому что я смотрю на красную. Вот она красная. И беленькая. Их даже жалко зажигать. Мне так нравится для красоты, когда стоит. Но зажигать мне жалко. У нас сегодня погода ужасная с утра. Такой туман. Это еще сейчас немножко развеялся. Еще хуже было. Вообще не было почти домов. Вот этих видно все в тумане. Так как мы сегодня поздно встали, в 10 часов. Поэтому у нас сейчас будет завтрак. Я уже готовлю. Я готовлю как на завтрак. Потому что я вчера поздно легла. И сегодня вообще что-то вставать не хотелось. Раз Макс дома, Ксюша дома, мы решили поспать. У нас сейчас будет такой поздний завтрак. Вот они наши. Почему я кладу колбаску сверху? Потому что если я положу сыр сверху, он приклеится вот здесь вот. Он весь расплавится и приклеится. Поэтому я его кладу вниз. Сверху колбаску. Так, еще сделаю парочку. Это Макс. Он просыпается с нами такой. Мама, почему вы меня не разбудили в садик? Может заболела твоя учительница? Вчера еще купила вот такую вот огромную упаковку сыра. Это гауда. Здесь 1 килограмм сыра. Тоненько нарезан, что он ведь рвется. Сыр уже нарезан. Поэтому очень удобно. Я редко когда беру целые куски сыра, хотя они у нас тоже продаются. Но даже если мне нужен тертый сыр, я уже покупаю тертый и нарезанный. Поэтому все это убираем. Сейчас я еще авокадо хочу порезать обязательно. Авокадо у нас папа любит. Один сделаю. Кстати, я же посадила еще одну косточку. И старое деревце у меня почему-то начинает вянуть. Это растет новое авокадо. Видите, новое. Оно должно много выше, чем вот это. Вот здесь. А вот это почему-то начинает вянуть. И листочки опадают. Мне кажется, что-то там с ним случилось. Может, ее немножко вот так вот раскопать. Может, ему не нравится так быть закопанным. Вот так вот раскопают. Я не знаю, если на них осень тоже действует. Может быть, они как все деревья осенью опадают. А, нормально. Но как и должно быть, так и будет приклеиваться. Будешь? Ой, горячо. Все руками, все руками. Так. Их нужно сразу кушать. Иначе они потом будут невкусные. Самые вкусные горячие. Бабулю зови, Макс. Бабуля любит кушать йогурт. Опоздала. Рассказывай. Поработала? Нет. Нет? Просто посмотрела. Ну как, понравилось? Пойдешь туда работать? Вместе с папой. Через, считай, сколько? Четыре. С пятнадцати лет уже? Вау. Четыре года и пойдешь с папой работать. Круто на заводе? Большой? Очень. Да? Машины там всякие, да? Так много людей. Да? И все без масок. Все без масок? Все тупо. А в школе нам, мы даже любили с масками. Да, уже все. Четверо. В автобусе. В автобусе с масками. Мама, я была одна в автобусе. Одна. И в маске надо было. И в маске надо было. Нет, Ксения, если бы ты поработала, это ты там просто походила, посмотрела. А вот если бы ты поработала, денек, как папа работает, ты бы сказала, ой, не надо мне, не пойду больше. А, кстати, Маргарита сегодня, у нее тоже был такой день, и она ходила... По-моему, я ходила в детский сад. Только она пошла... Это мама, это кто была? Мама твоей подружки? Нет, ее подружка. А, у подружки мама, мамина подружка, в общем. Не понравилось тебе в садике? Никто. Воспитателем. Детки послушные. Так себе. Так себе. Надешайся. Нет. Ты с ними разговаривала вообще, как-то беседовала, что-то рассказывала? Они здесь за мной хотели играть. Да? Янечка. Маргарита, нянечка. Тебе своих мало, что ли, здесь? Пошла еще. Донорши. Это новый, да, который появился? Я один уже съел. Называется Данкин. Я хочу попробовать, попробовать. Хочу вот этот вот розовенький. Это то же самое, просто с шоколадом. Вкусно. Классные пончики. Так, я в локси же монтирую. Такие улиточки готовятся очень легко. Вам понадобится слоеное тесто, только без дрожжевое. И сыр, колбаса. Выкладывайте колбасу, сверху сыр. И все, и сворачивайте в трубочку, потом режете. В духовке печется очень быстро, поэтому главное не прозевать, потому что, если они хорошенько так поджарятся, они будут очень сильно сухие и будут крошиться. А я, видите, вот до такого, чуть-чуть золотистая корочка, и все, и достаточно. Потому что тесто, колбаса, сыр, они уже готовы, и от теста, оно быстро готовится. По 230 грамм. У меня две упаковочки были. Слоеное тесто. Пришла сегодня посылка, я заказывала вот такой вот гуаша, камушек, чтобы делать массаж лица. Красила я одну руку вот таким цветом. Несколько раз, раза три, наверное, я снимала покрытие, потому что мне не нравился цвет. Пришло сегодня второе пальтишко. Какой? Черное пальтишко. Каролина, я делаю маникур. Маникур? Нет, маникур я тебе не сделаю. Я тебя могу просто покрасить лаком. Да. Простым, только не гелем. Ты еще маленькая. Хорошо, хорошо. Хорошо? Маникур я тебе сделаю. И педикур, и маникур. Оно тоже длинное. Так, пакет заклеен. Его кто-то уже мерил. А мы сами... Просто скотчем заклеивают. Бершка, по-моему, да. Мама! Это Бершка. Так, ну что? Миленькая. А давай я. Тебе большое. Нет, давай попробуем. Ну, тебе на полу будет творяться. Нет. Посмотрим. Ну, в общем, смотрится тоже неплохо. Да? С моей дулькой. Это как? Рукава свободные. На этом пальто разрезы по бокам. Тут я вот с одной стороны, а с другой. Первый, он, конечно, интересный. И рисунок интересный у пальто. Этот просто черный. Потом закажу еще и буду выбирать уже. Мне нравится черный. Черный, он такой, знаете, под все подходит. Сегодня хотим поехать в зоомагазин, чтобы купить для котенка домик. Лоток нужно взять. И зубы? Либо наполнитель. Наполнитель, чтобы она в туалет ходила. Она? Ну, или он, я не знаю. Чтобы все было готово. Папа у нас потом работает. И может не получиться у нас поехать. Так, мы приехали. А шейник ей нужен или нет? Конечно. Вот, смотри, вот такие вот я хотела. Штуки. Вот это, чтобы она ноготочки, коготочки свои точила. И вот такой вот шарик. Вот эту лопаточку нужно, чтобы убирать. Какие? Как кульки. Стоит такая 13,95. Так, они же подпрыгивают. И садятся на седушку. Чих! Ага. Смотри, какие хорошие. Смотри, какая огромная. Обалдеть. Мама, есть даже побольше. Ничего себе. Поплёк. У нас стоит 369. Вот домики еще есть. Вау, какая рыбка. Красивая. Смотри, вот это вот тоже. А для чего? Это драть когти, да? Это потом вот этот все тут бальтак открывается. Потом одного покупать. Это картон? Угу. Угу. Какая красивая мисочка. Ну, она сказала, что нужно купить прям тяжелую миску. Это большая. Она сказала, для таких больших кошек нужна большая, тяжелая, массивная миска. Потому что они, им нравится играть с водой. И она может просто переворачивать. Смотри, какая. Это для собачки деревянная. Это наполнитель, чтобы в туалет ходить. Но это маленькая будет. Надо больше. Вот черненькая. Потому что кошка большая будет. Такой вот. Нормальный? Да. Но для маленькой кошечки, да. Так он вырастет быстро. Ну да. Такая кроватка классная. Это для большой собачки. Оп. Выбрали лоточек. Огромные просто. Ну, сразу кошка вырастет. Взяли такой нейтральный цвет. Не розовый, не синий, а нейтральный. Мы еще не определились, кого возьмем. Девочку или мальчика. И взяли наполнить. Попробуем вот эту вот марку. Если будет хорошая, будем покупать большую. Потому что большую выгоднее. Да? Угу. Миску, миску надо купить. Для водички и для корма. Такой, чтобы не скользили. Какой? Вот такой? Нет, потом купим. Потому что я не знаю, мальчик или девочка будет. И вот колокольчик. Ну, чтобы было смешно. Им нравится вот с такими играть. С перышками. Такой вот надо взять один. Такой вот? Да. Это не очень короткий, а нет? Нет, она же разматывается. А как ее писать? Потом надо отдельно им давать. Потом лазером. Лазером, да? Да, лазером. Прикольно. Уже можно взять, да, потом? Угу. А какой лучше тогда взять? Может, такие лучше взять? Да, эти лучше. Молодцы, да. Погремушки. А другие убрать? Да. Короче, мы остановились на вот этом домике с канатом. Очень нам понравился. 229 он стоит. Дорого! Это не рублей. Это франков, да? Долларов. Ну, вот этот еще дороже, этот высокий. Подушечка тут. Нет, это даже больше, чем я. Это 170, чем больше, чем Маргарита. Как я почти. С мой ростом. Тут лазить будет. Это 115 сантиметров. Какие миленькие подушечки. Ну, дорогие. Это коала или кто это? Да, это коала. Это котик. Котик. Да, ну, такая подушка. 50. 50 франков стоит. Как будто лялечка. Для лялечки. Смотри. Это енот. Мисочки. О, вот эти тяжелые миски. У меня же говорила. Угу. Красивые. Все, закупились. Комик для кота мы заберем чуть позже, потому что он не собирается. Ой, он не разбирается, он уже в собранном виде. И у нас места там нет, нужно разгребать наш багажник. В общем, нужно приехать еще раз. Чуть попозже приедем и заберем. И мы сегодня купили адвент календарь. Мы купили ей вот. И подстилочку для чашки. И еще вкусняшки вот. Да. Два таких. Надеемся, что через неделю котенка мы уже заберем. Котик придет. Зачем ты ей показала? Нет, нужно это. У нас машина полная, нужно освобождать. Маму, Боньки надо ехать. А может быть вот это Боньки? Да. Она сразу порвет. Я же сказала, что надо Боньки купить. Не надо, она порвет. Это для котика. Это лопатка, чтобы собирать какашечки. Да, какашечки собирать. А куда потом вот это используют? Это нужно использованный, в унитаз можно выкидывать. В унитаз? Да. Он растворяется. Мам, и там тоже продавался специальный мусор. Туда можно какашки, потом можно ждать, потом можно выкинуть. Какой-то спрей, он с запахом, да? Это нужно брызгать на это, на его домик, который у него будет. Чтобы он диван не драл, а драл свой домик. И вот такие вот мисочки взяли. Пока такие маленькие. Потом подресутся. И вот это назвало, что в игрушки можно сыпать. Специальные игрушки пытаются, чтобы туда сыпать. Чтобы они не драли. А Максик что? Нет, кисы еще нет. Это мы заранее пошли купить. Я же думала, кисы. Нет. А где киса? Киса через неделю будет только. Так что мы кису купим? Да. Мы хотели домик взять? Нет, мы еще купим ошейник, и там есть такой колокольчик. Зачем? Ну просто, чтобы было слышно, когда прибегает. Боня, Маргарита пришла! Вот такой вот там колокольчик на ошейнике. Там нет, когда Боня эту косточку там грызет. Смотри! Вот она с косточкой. Несем. Сейчас дети обалдеют, скажут, это что такое? Нравится? Будет залазить по канату? Нет, не упадет. И вот там спать будет. Внутри. Это подушечка там спать будет. Это кому домик? Сейчас она обнюхает. Ну и кто там? Как тебе домик? Классный? Это она сама залезла? Не знаю. Да, наверное. Куда поставим? Могу сюда? Пальму отодвинуть надо? Ой, какой мячик прикольный, а? Ой, какой клави. Эй, тихо. Киса ты наша, киса, а? Как она ревновать будет, а? Появится кошка, будет ревновать. Они вообще ревнивые шпицы. Они очень ревнивые. Говорят, что лучше заводить кошку вместе с собакой. Сразу вот. Маленького щенка и кошку. А вот я не знаю, как она отнесется. Ну придется ей свыкнуться, что теперь. Может не будем... Просто нужно ей, да, ей нужно тоже время уделять много. Чтобы она не почувствовала разницу. Ага, сейчас она тебе по канату... А как такое, чтобы тут кошка висела? Вот так и будет висеть. Бонни выучила новую команду. За вкусняшку она вон что делает. Молодец. Молодец. Пока я тут с душем... Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Ну что? Ой, запахло сразу этой ванилию. Продолжаем. Продолжаем делать. Скуд кейн. Нет. Куки шоколадные. Открываю рецепт. Рецепты я в основном нахожу в Пинтерест. Приложение Пинтерест. И здесь я нахожу рецепты. Так, теперь где мои печеньки? Я их не сохранила что ли? А-а-а. Не сохранила. А-а-а. Вот, нашла. Теперь перехожу на сайт. И здесь вот он рецепт. Пойдем, Ксюш. Я нашла. Именно нужно мягкое масло. Не растопленное, а вот такое вот мягкое. Так, и здесь мы уже соединили сахар и ванильный сахар. Теперь нам нужно взбить вместе с маслом. Ксюша, миксер доставай. Ксюша, миксер доставай. Видите, вот такая вот белая масса получилась. Здесь я смешала муку и разрыхлитель. Теперь мы сейчас сюда вбиваем яйца. Ты лампу кучу? Я не знаю. Она, по-моему, там в комнате в моей. Так, я не знаю, сколько яиц. Давайте три пока сделаем. Теперь яйца нужно взбить вместе с маслом. Хорошо. Такая вот у нас масса получается. Все, теперь мы соединяем с мукой. В общем, вот такая консистенция должна получиться. Ксюша! Я думаю, что-то она затихла. Я с ней разговариваю. Она молчит, она стоит, кушает эти. Мы печеньки делаем. Я еще насыпала немножко. Они расплавятся внутри или нет? Так, рецепт я оставлю, я обещала. Рецепт будет в описании. Теперь мы берем ложку. Берем столовую ложку. Я взяла стакан воды, чтобы смачивать, чтобы не прилипало сильно. Такой вот шарик. И вот так вот можно несколько смысл выглядит выкладывать. Выглядит как какашка. 5-6 сантиметров было, чтобы дистанция. Музыка. 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 Восемь-двенадцать минут, так быстро. Надо поставить, значит, этот будильничек на двенадцать минут. Первая партия будет выпекаться, а я сделаю следующую. В этот раз я немножко меньше положила. Их немного получилось. Да, потому что смотрите, как они расползаются. Они большие прям получаются. Можно поменьше. Можно не столовую ложку, а чайную ложку. Вот я чайную ложку в этот раз. Они прям расползаются. Все, посмотрите, какие они получились. Они пока мягкие. Нужно немножко подсохнуть и затвердеть. Большие такие прям клопные. Вот сколько пищей получилось. Эти немножко поджарились. Забыла я про них совсем. Вот. В общем, вот столько получилось. Вот такие вот печенюшки. Они сначала мягкие, но потом, когда они поджат, они подсыхают и становятся такие, знаете, песочные. Тесто. Очень вкусные. Так что я советую, рекомендую приготовить такое печенье. Очень вкусно. Все, будем пить чай. Время уже полвторого. Макс только уснул. Сегодня он прям очень капризный. То у него зуб болит, то язык болит, то еще что-то болит. Прямо у него это... Не знаю, какой-то кризис. Хватит. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok